всем привет добро пожаловать на мой канал и в этом видео хочу показать вам работу от другого мастера эту работу выполняла не я ей где-то месяц примерно и хочу сразу же обратить ваше внимание на кутегулу этой клиентки она у нее очень сложная очень твердая и ее невозможно отодвинуть каким-либо другим предметом если не взять апельсиновую палочку например пушером это сделать будет невозможно поэтому я беру апельсиновую палочку и отодвигаю кутикулу очень аккуратно не спеша я специально не ускоряла эти моменты для того чтобы вы увидели как я аккуратно и бережно ее отодвигаю придя ко мне клиентка показала мне ногти я сразу обратил внимание на некоторые ногти в особенности это указательные безымянные ногти я увидела там пропилы довольно такие неглубокие но покраснение были козырьковые пропилы тоже так они называются по моему вот ну я сразу поняла с чем это связано связано это с тем что у клиентки очень тяжелая кожа тяжелая кутикула поэтому пропилы здесь могут быть если вы не совсем умеете делать маникюр и не совсем владеете аппаратом на безымянных пальцах почему-то был большой перезбыток материала именно на этих ногтях на остальных такого объема я не наблюдаю очень интересно будет почитать в комментариях интересно ли вам смотреть на разбор ошибок работ других мастеров либо же не нужно этого делать не нужно никак комментировать ошибки других мастеров я постараюсь своих видео чем-то помогать вам хочу быть чем-то полезной и мне очень важно знать ваше мнение напишите в комментариях стоит ли делать разбор ошибок других мастеров либо же не нужно этого делать и вы считаете это неправильным ну и после того как я отодвинула кутикулу я начала снимать покрытие отвердо сплавной фрезой с черной насечкой выбрала черную потому что работать нужно было с елем вот теперь после снятия мы можем увидеть полную картину было много отслойок и под этими отслойками очень много пропилов я увидела что не совсем меня порадовало конечно же и кстати клиентка сказала что ногти начали носиться хуже она ходила около года к одному и тому же мастеру и вот в конце у нее стали хуже носиться ногти возможно это также было связано с большим количеством пропилов когда вы делаете пропил вы истончаете ногтевую пластину вы убираете дорсальный слой ногтя за который собственно все покрытие держится если вы перепиливаете ногти этот слой исчезает и соответственно за другие слои ногтя держаться материалу просто не за что ему держаться поэтому пропилы это очень серьезно ну и далее я буду убирать все линий взяла фрезу пламя работаю по присыпки как обычно пламя 0 на 23 диаметр работы сначала на реверсе затем переключусь и буду работать на форварде в принципе после того как я зашлифовала ногтевую пластину эти пропилы они как бы сравнялись и уже ногти выглядят намного лучше поэтому в принципе страшного здесь пока что ничего я не увидела надеюсь что ногти клиентка относит хорошо и мы с вами обязательно посмотрим на них в одном из моих следующих видео кстати когда досмотрите это видео до конца напишите пожалуйста в комментариях хотели бы вы видеть продолжение этой работы историю этих ногтей хронику скажем так нужно ли вообще делать видео следующее с этими ноготками интересно ли будет вам это смотреть ну и после того как я вычистил аптелегий я срезаю кутикулу ножничками кутикула здесь такая коварная она очень жесткая как я уже говорила но при этом видно что капилляры близко расположены и перебарщиваться срезом нельзя поэтому я решила срезать только основную часть кутикулы а остальное я уже срезаю шаром этот ноготь будем наращивать и сейчас я не опиливала форму как вы можете заметить на всех ногтях потому что клиентка захотела квадрат и изначально она сказала что хочет четкий квадрат как я обычно делаю четкий квадрат сейчас буду рассказывать я наношу праймер затем наношу базу тонким слоем повторюсь я не убирала длину хотя клиентка сказала что в половину где-то хочет убрать но я сейчас ничего свободный край вообще не трогаю просто приступаю к подготовке праймер тонкий слой каучуковой базы а затем наношу тонкий слой геля и затем основную выравнивающую капельку распределяю распределяю сейчас не особо стараясь мне главное чтобы кутикулы я уже к пиллу не возвращалась потому что там уже выполнен маникюр я как бы жидким гелем достраиваю недостающие параллели и делаю всю архитектуру которая необходима при четком квадрате при этом я знаю что еще длину я буду убирать слишком много материала на свободный край я не наношу и так повторяю со всеми ногтями наношу материала немножко больше чем мне нужно так как я знаю что я буду пилить и мне нужно будет выпилить ее красивый квадрат просушиваю это все в лампе и все бы ничего но потом все-таки клиентка посмотрела на четкий квадрат и сказала что давай заужать его и спиливать углы поэтому прям четкого квадрата не получится я иду сразу на заужение немножко по желанию клиента но в принципе суть одна и та же если вы хотите сделать четкий квадрат для того чтобы углы не сломались я советую сначала сделать укрепление гелем а затем уже выпиливать нужную вам форму убирать длину и так далее если вы переживаете за то что после опила длины у вас откроется толщина то в принципе это еще лучше потому что эту толщину вы изнутри сможете выпилить фрезой вместе с натуральным ногтем это очень хорошо при форме квадрат потому что квадрат обычно у клиентов скручивается ноготь вот так ногти выглядит после опила обычно у клиентов квадраты скручиваются быстрее чем на форме овал поэтому натуральный ноготь совсем ни к чему в этой форме как я считаю поэтому вот так вот так вот я обычно делаю форму квадрат сначала гель выкладка геля материала затем уже опилы формы и если необходимо выпиливаю изнутри натуральный ноготь но сегодня клиентка захотела радужный френч у нас на каждых на каждом ногти будет разный цвет по два цвета буду смешивать беру примерно близкие цвета по оттенкам для того чтобы легко было их смешать градиент френч я рисую без схем на глаз скажем так предварительно для того чтобы прорисовать френч ноготь я забафила так как были глубокие остатки отпилки следы поэтому бафик обязательно нужно было применить вот так вот соединили мы цвета вместе с клиенткой и она захотела добавить страз поэтому добавляю на безымянный ноготь стразы хамелеоны разных размеров затем задекорирую стразы еще бульонками дополнительно креплю я стразы на обычную каучуковую базу ранее я крепила стразы на гель но мне не нравится потом как они снимаются на коррекции их просто нереально снять приходится убивать какую-то фрезу для снятия так как обычными кусачками просто невозможно их снять поэтому работаю с каучуковой базы ну и покрываю все ногти глянцевым топом обязательно жду вашу ответную реакцию в комментариях очень интересно будет почитать как вам дизайн всем большое спасибо за просмотр и я с вами ненадолго прощаюсь очень скоро новое интересное полезное видео всем пока а